Это главное отделение почты в Анапе на улице Краснодарской. На момент съемки несколько десятков человек обслуживали всего два специалиста. Видно, что они стараются выполнять свои обязанности быстро, однако количественный перевес со стороны посетителей дает о себе знать. Очередь двигается медленно, многие проводят здесь по несколько часов. По словам жителей, примерно такую же картину можно наблюдать и в других почтовых отделениях курорта. Я с 8 часов стояла на Чехово. И там один кассир принимает, и посылки выдают, и эти бандероли выдают и получают. И получается, что до обеда стояла, вот сейчас после обеда сюда просто стою. Это чтобы оплатить денег, что я должна день потратить, а ноги больные. Сейчас приехала на главпочту. Деньги отправила, не могу получить уведомления. Меня гоняют оттуда сюда, отсюда туда безобразие. Руководство почтамта объясняет ситуацию большим наплывом отдыхающих и текучкой кадров. В начале лета многие сотрудники уволились. Найти им замену и быстро обучить специфики работы не так просто. Однако прилагаются все необходимые усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию. Мы стараемся. Все это у нас под контролем. Я знаю ситуацию в каждом почтовом отделении по Анапскому району, во всех 35 отделениях. Просто вот так вот совпало, что курортный сезон, объемы увеличения. И у нас сотрудники увольнения сотрудников. Сотрудников новых мы набираем. Для обучения их потребуется какое-то время. Да, они у нас будут обучаться на рабочих местах. Поэтому все-таки в течение месяца мы постараемся это все наладить. В руководстве почтамта также отметили, что сейчас все отделения работают в штатном режиме. Их 8 в городе и 27 в сельских округах. Однако все же очереди будут сохраняться до тех пор, пока штат полностью не укомплектуют кадрами. На это может уйти порядка одного месяца.